этим прекрасным весенним московским утром я шла по городу наслаждалась зеленью обновлением весенним пением птиц и шумом машин потому что без него не бывает москвы птички прыгали по траве машины ехали горожане бежали мне навстречу спешили по своим делам светофоры переключались в общем жизнь текла своим чередом и даже радостные цветы яблонь встречали меня и конечно небо и конечно дома и даже белье который неожиданно встретилась мне на пути рядом с высотками все все говорило о том что день должен быть радостным и безоблачным ну собственно таким я его и планировала с утра подобрала определенный наряд выбрала блузку серьги и встав пораньше поехала в москву за новым маникюром и обновлением прически хотела освежить корни сделать ногти ну и провести время с друзьями и мы никогда не предполагаем что же нас ждет впереди и что случится с нашим настроением что встретиться какие произойдут события мы можем только планировать и иметь в себе силы встречать жизнь такой какое какая она есть радоваться каждому мгновению и находить приятное даже в мелочах посмотрите какой цвет маникюра получился мне кажется очень сочный летний весенний и цветы которые попались мне по пути и автобус который вез меня и что же ждало меня там за поворотом я не знала только при монтаже ролика я уже знала конечно что случится но приглашаю вас посмотреть до конца и узнать куда же делилась моя блузка и почему я ушла раздетый от парикмахера вперед кто-то к нам идет давайте-ка посмотрим кто привет 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 а ты с цветами женщина которая ко мне приходит с цветами это мама обычно была и вот тоже ты за жизнь неожиданно я тоже мама просто не твоя где-то не с пирожными цветами ассоциирую весну сегодня я тебя значит угощать буду я кстати готовилась у меня зрелище у тебя хлеба я располагаться так тепло хорошо на улице просто при сначала конечно я с тобой всегда следила наблюдала как же ты там в эфире смотришь с это блондинкой сейчас обсудим есть есть моменты есть моменты всякие разные которые мы будем сегодня дорабатывать ну да да здравствуйте наши дорогие зрители растет снова мы да это снова мы все те же все нам же я бы тоже так сказал с вами таша муля и татьяна опчинникова вам бэлли капелли которые бывшие все не так просто не так я кстати провела опрос в сообществе у себя на ю тубе хотят ли они еще выпуск про наше окрашивание и ты знаешь что сказали люди нет несмотря на мы надоели примерно половина была против но вторая половина настолько была за и она вторая половина зрители писала нам что даже не столько интересное окрашивание сколько наше с тобой позитивное общение поэтому я думаю только ради этого они будут нас смотреть подружки щебетушки снова выжимы разного эфире и вас приветствую доходим самого начала сразу сказать мы не сестры не мне ранее а просто так мы нашли по жизни да и все будем готовиться обсуждать краситься меняться я тоже с утра сделала свеженький а я без но у меня просто просто рабочее покрытие на руках у меня уже сегодня утром работа была да уже приходил цвет место пусто не думает я переживала что вы состыкуетесь да нет я специально с утра на маникюр поехал сочетала приятное с полезным такой цвет красивыми прям так нравится у меня на блузке такой цвет и ты знаешь обратила внимание что ну вот как одеваешься так потом и подбираешь цвета маникюра даже у меня была история у меня мастер блайк не приходила в розовой кофте она мне блонд в розовый делала приходила фиолетовая на мне блонд фиолетовый раз я пришла в зеленый кофте говорю и только пожалуйста катя пожалуйста не надо мне делать блонд с зеленым оттенком пожалуйста а ты говорил что у тебя кофта одна что тебе как бы ну собственно говоря потому что целый месяц не стереть нет розовая розовая кофты у меня много можно было даже поменьше так ну что пойдем вот очень тебе идет до украшать помещение ты прямо тоже девушка весна мне кажется что цветы свежие они прямо знаешь настроение да потому что тут гиацинты я гиацинты вообще обожаю и мне кажется что гиацинты они прямо так наполняют и очень радуют такие тюльпаны интересные вот эти вот папа это тюльпаны такие да это вот такие вот мохнатые тюльпаны представляешь это мне такие посадить на следующий год найти кто в этом году уже ну смотри в целом я довольна вообще цвет хороший он может чуть-чуть желтизной но просто поскольку у меня лицо с краснотой то несмотря на то что конечно я мечтаю быть пшеничной блондинкой жизнь им показывает что я не пшеничный месяц опыта ношения пшеничного блонда до тебя мысли что сейчас надо попробовать не пшеничный но надо похолоднее все таки давай закроем балкон это там у вас косят как будто я не уезжала никуда из своей деревни да везде сейчас везде везде косят сейчас вот в общем давай попробуем сделать похолоднее и потом посмотри когда у меня отрастают корни мне лучше ну потому что контрасту край корней дает как бы овал лица получается лучше да вот что с этим делать и потом наверное когда если корни будет темнее можно быть пореже краситься можно будет давай мы тебе сейчас в этот раз просто сделаем тонирование на осветленную базу под цвет твоих натуральных корней и с растяжкой но тогда в принципе это будет ситуация чуть похоже на томилирование которое у тебя было до этого ну и единственное по полотну будут волосы уже конечно более ровные то есть вот это вот уже перехода не ну вот это вот основная масса вот здесь же она будет также светлая как сейчас правильно это просто буквально сантиметр-полтора вот я сделаю чтобы такой как такой есть термин придать глубину голоса это хорошо звучит звучит заманчиво ну ладно давай попробуем так а мы будем выбирать вот по твоей волшебной карте или ты будешь как художник сама намешивать я тебя спрошу какие у тебя какой ты для себя видишь холодный блон чтобы тебе например хотелось бы из палитры получить вот смешивать придется вот дорогие зрители если у него новых сережках сережки моего изготовления как обычно это перламутр давайте вот так цвет сделаем перламутр золото и сверху вот эти шарики это винтажное муранское стекло но это просто поближе показала кому будет интересно мне кажется что сочетается вот с этими лепесточками у меня на блузке да и ногти вот видите коралловые подкоралловые лепесточки вот так я сегодня пол седьмого утра задумывалась что же мне приодеть когда мастер стала тоже задумчивости рассматривать карту color card из нейтральных холодных оттенков самый такой самые красивые это вот этот вот оттенок он и ложится хорошо и в нем нету серого потому что например да мне знаешь что главное чтобы он не выглядел седым еще с тебе покажу мои свадебные фотографии видела ты когда-нибудь или нет там у меня хороший цвет вот вот оттенок тот который будет это какой вот этот или вот этот который но это серый очень очень серый он прямо идет вот уже пепельный блонд вот я бы себя такого блонда не хотел то есть я бы больше хотела блонд такой нейтрально серебристый да я с тобой согласна потому что вот это я буду смотреться как серая седая мышь держи ну ты не будешь так смотреться это очень многим такие цвета нравится но я не про многих я же про себя на некоторым людям и идет тот пшеничный о котором я мечтала вот я как это обезьянка чичичи знаешь на других смотрю и мне тоже такой надо ну а вот потому что вроде вот он даже сейчас на камеру вот ход цвет хороший он ну он благородный он желтит конечно но это просто я говорю потому что у меня лицо вот такого оттенка то не очень не получается я сожалению покрасить волосы навечно тоже все равно пигменты вымываются конечно навечно и соответственно вечная нам покрасила волосы природы это не на вечная седина появляются покрасить волосы так чтобы это было без коррекции это пока такого способа нет это из серии того как нельзя навечно покрасить ногти понимаешь нарастить ресницы те кто наращивает да у меня ресницы кстати сегодня не нарушены это мои ресницы просто как-то тут я пришла предположу что я ресницы нарастила но у меня есть опыт наращивания ресниц это хорошо мне нравится просто сейчас если я еще и начну наращивание ездить но это мне совсем неудобно а так в принципе особенно хорошо в отпуск если на море куда-нибудь едешь ой с наращенными ресницами прелест проснулся и ты уже красотка нырнул соленую водку ничего подобного нет 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 ничего с ними не происходит у меня есть такой опыт я как раз перед отпуском делала они у меня держится 45 недель если хороший мастер у меня кстати видео есть как умываться с наращенными ресницами вот ссылка ну вот я тебе привожу тут мою свадебную фотографию вот там хороший цвет был это какой это как мы будем делать ну вот да я его в принципе и рассматриваю для тебя потому что он достаточно нейтральный но в то же время холодный ну вот он хорошо носился это кстати тоже на этом же стелью это меня красили я тогда ходила в офимол в салон . как-то одно время ну вот салон тоже знаешь один раз придешь есть твой мастер другой раз придешь уже этого мастера нет он где-то в другом месте ну вот это и запишись к своему мастеру или там такого понятия как не там есть но я имею ввиду что они увольняются текучка там координаты не найдешь поэтому ну вот так вот как тебе ходить лучше я я не уволюсь от себя я надеюсь а и вот про корр и а значит все таки я не решил не буду я делать корр и это хоть не многие советуют но мне кажется с моими волосами по крайней мере такие волосы пер корр и очень у меня было корр и . призная стрижка постоянно требует укладки волосы то так кто так смотрится это уже некрасиво корр и красиво как она умер и матье да это какие волосы надо иметь что был корр и как умер и матье да это надо иметь мои волосы умноженные на 20 хотел сказать на 10 потом подумал думаю нет на 10 не пойдет на 20 надо быть объективный а ты знаешь мне в комментариях это все пишет вам пойдет короткая стрижка боб ага или одна девушка написала вам чего это вообще вы это самый лучший вам вообще надо стричь ведь волосы и купить парик уже ну давайте как будем правда смотреть на на жизни мне кажется до парика я еще все-таки не дожила много стрижка это точно не не на книг моим волосам как я отвечаю пух не стригут потому что если подстричь пух можно стать одуванчиком да да это только только этим засим этим и держимся ну ладно в общем это сейчас мы осветляем корни да он сказал поехали и взмахнул рукой и взмахнул тем временем мы осветлили корни вот видите они уже белые я уже практически похоже на пловчиху а еще то они меня угощают клубы хвастаюсь у нас тут видите такие девичьи посиделки тут красная поляна чаек чай зеленый поляна красная ягоды тоже красные и в общем мы работаем вовсе хотели вам рассказать про то не мне сейчас чистила блонд лимонной кислотой это меня впечатлило я вам все про лимонную кислоту как эти гортензии удобрять а тут ведь много универсальное средство еще и блонд им чистят и зачем ты его чистила я его чистила от накопления укладочных средств тонировочных средств на волосах то есть блонд со временем если вы замечаете особенно если пользуетесь каким-то тонирующими масками или если не дай бог вам попадается какая-то не очень хорошая вода в плане примесей всевозможных там металлов или что-то еще некоторых известковый налет короче вот такая вода она оставляет налет на волосах и блонд загрязняется соответственно него вложиться плохо тонирование я не рекомендую это сделать домашних условиях потому что для этого коктейля используется специальный технический шампунь которым смывается осветляющий порошок вот которым делается пилинг для волос вот и им же делаются органические хелатные смывки одна из которых смывка лимонной кислотой вот то есть это смывка делается несколько раз если в этом есть такая необходимость вот волосы эмульгируются и цвет становится чище вот можно это сделать это в шампунь лимонную кислоту добавляют в шампунь глубокой очистки специальный технический шампунь которые в основном есть дома только у мастеров потому что он в обычном использовании не нужен этот шампунь можно применять только в случаях если у вас ну очень сильный стайлинг на голове то есть это прическа с какая-то вот прям очень помпезная либо свадебная вот но в таком случае лету можно сходить салон и а кто сам себя красит а кто сам себя красит они должны соблюдать технологический процесс окрашивания что волосы смываются специальным закисленным шампунем у которого по h3 5 чтобы завершить технологический процесс правильно бальзам такой же используя это после смывки краситель а вот после смывки порошка потому что у него высокососчелочная среда там используется шампунь с паш индексом 7 вот он это прямо лекция лекция от химика просто какая-то прям таня нас прямо сначала мы обрадовать что мы сейчас все сами насыпем шампуня лимонной кислоты и освежим свой блонд а потом как груза нула нас и химическими формулами прям стало страшно просто это мягкий для волос потому что наши волосы они не загрязнены но а когда все равно цвет от свежего блонда на корнях и на длине он будет чуть-чуть отличаться там может быть полтона быть какие-то может быть то но это на самом деле это видно и чувствуется и ради того чтобы это все дело уравнять сделается вот такая вот смывка понятно ладно сейчас мы чем будем делать я думала чай пить ты давай тонируй а я буду пить чай буду пользоваться привилегиями клиентки вы не думайте у меня все чай пьют сладости для этого есть вот сезонные фрукты для этого есть но сервис сервис для того чтобы всем довольны арширин грязный мокрый это мы здесь рассуждаем мы здесь пока разница там такой дождь и он сейчас покажу это вообще какой-то ужас слова никому не нравится ну это просто какой-то конкретно не уходи это какой-то конкретный дождь сейчас я вам покажу смотрите что творится вообще а какое все зеленое в москве у нас еще нет такого зеленого даже страшно у меня не зонтика с собой не капюшона таня мне придется у тебя сидеть до тех пор пока это не закончится вот слышали какой она мне программу нарисовала суши просека и суши и просека мне нравится началось все скромно с клубники а тут пошел дождик сразу организовалась перспектива суши да 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 жизнь засиял новыми красками ты выбирай а я пошла коктейль на тонирование все хорошо на самом деле так иногда уехать со своих огородов и так провести день за маникюром прическа с перспективой суши и просек тоже может и по неплохо что дождик пошел но он просушить просеком каш шутим мне надо ехать мне там еще вечером ждут в общем но было заманчиво колдуешь что-либо колдунья а почему две мисочки у тебя потому что ты хочешь чтобы у тебя корни были потяну а ты исполнишь мою мечту пожелание моих дорогих подписчиков есть девочки все все по заявкам трудящихся пожелание это нравится то что мы делаем берем это ты будешь просто использовать две разные краски за счет этого у тебя получится на корнях один оттенок а на этом другой что ли жесткая жесткая полоса перехода это вряд ли у тебя получится даже при желании мастер еще юмористка понимаете мало то что на это эстетка гурманка я еще и юмористка короче зайти к ней девочки весело вкусно весело у меня на самом деле весело мне контингент такой клиентов подбирается которые поддерживают такую веселую атмосферу меня в профиле вот в жизни как бы я как код матроскин я люблю или кто-то по-моему говорила за это вот из этих троицы я люблю когда у человека характер веселый колбасно угощательный краска накладывательный клубника давать на они тяжелый веник обогонятельный деньгонеплатительный да это хорошая вообще зато тебя и люблю ладно давай наносим посмотрим что получится уже хорошо хочу вам снять промежуточный результат на эти он называется мы пришли к тому от чего начали я пришла с такими корнями мне те темненькие корни осветлили теперь новые темненькие корни так знаешь если не знать к чему стремимся можно подумать что мастер немножечко развеселилась слишком вот это будет на 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 тон на 2 до темнее чем тот тон который мы будем красить это будет чуть-чуть посветлее чем твои натуральные вот но немножечко значит потемнее чем будет общий тон волос вот но по крайней мере это все делается тонирование вот этот цвет потом можно будет снять с волос то есть это не плотный краситель идет вот потому что присутствует седина и чтобы седину закрасить вот если бы я просто взяла вот этот краситель на свои натуральные волосы то на таком низком аксиде то к сожалению такого эффекта я бы не добилась а так как я сделала осветление сейчас я просто сделаю тонирование но красителем темнее с углублением корней цвет будет прям вот ровный и идеальный я имею ввиду в плане того что седина здесь уже бликовать не будет как все сложно господи вот чё нам женщинам приходится преодолевать чтобы нравится первую очередь самим себе на самом деле так это и мы приходим к выбору какого-то идеального цвета то есть мы делаем какие-то эксперименты и с каждым шагом мы приближаемся то есть мы смотрим пойдет это не пойдет красиво это будет некрасиво вот и для того чтобы в следующий раз результат уже был более совершенным и приближенному тому чего бы нам хотелось просто мы тоже не знали старше что ей так не захочется потом ходить и это ты уже основной оттенок до протянула потом как бы все вместе уже перед уже перехода нет вот он как ну и это даст возможность мне чуть пореже краситься наверное в глубине души спросила на замирание наверное да но все равно я так предполагаю что реже чем два два с половиной месяца у тебя наверно вряд ли получится потому что тебе захочется 5 освежить цвет по длине и сделать то не 22 с половиной это значит это не месяц все-таки тот тип окрашивания которые у тебя был блонд от корня ровный он не предполагает носибельности больше месяца это уже перестает смотреться дорого это уже смотрится некрасиво четкий переход виде на уже не смывается тонирование 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 рассчитано на 8 12 мотивов головы поэтому собственно говоря если вы выбираете такое окрашивание блонд от корня вы подписываясь тем что это каждый месяц к мастеру и обязательно делать уходы тонирование вот это более расходный вид окрашивания нежели чем милирование растяжки всякие тоже и придумали для того чтобы во первых это эстетичнее смотрелось вот от волосы не сливались с лицом вот был там какой-то градиент а во вторых в общем-то вариант который позволяет экономить время и деньги что тоже немаловажно в наше время да ну ладно я прям с нетерпением жду результат как получится мне прям очень интересно да сейчас хотим вам рассказать про уход за блондированными волосами такой шампунь не то не советовала я пробовала мне очень понравилось сейчас вам расскажем тоже хочу рассказать про уход которым я уже пользуюсь больше года это наша российская компания cool hair вот у нее есть коллагеновый шампунь и коллагеновая маска вот это вместе может составлять отдельную процедуру коллагенового наполнения когда маска выдерживается под теплом либо с прокрасными участками то есть это уже получается полноценная салонная процедура а может использоваться это я сама для себя попробовала и получилось как просто обычный уход за волосами вымыли волосы значит отжали нанесли маску но буквально там от 5 до 15 минут и просто смыли волосы получаются такие более плотные более блестящие гладкие то есть нет ощущения сухости нет ощущения того что они какие-то испорченные какие-то тонкие вот я дала таши попробовать наш нам не очень понравилось тоже я здесь пока вижу с этой маской дистрибьютор этого бренда это просто знаете такой хороший дружеский совет потому что окрашивание это окрашивание вот окрашивание естественно делается но если не ухаживать правильно за волосами то во первых и цвет будет вымываться и качество волос будет покажи пузырьки поближе просто что прочесть можно было что написано зеркально будет нормально будет отражаться это есть на зоне да это на зоне они представлены и все вот на зоне и на вайлберрис они можно заказывать напрямую там ну а зоны вайлберрис они быстрее привезут и по моему не будет бесплатная доставка я заказывала в прошлом году еще то есть тогда они еще не никаких у них не было взаимодействия с этими площадками и заказывали лая напрямую это по моему тольятти может быть я ошибаюсь где-то вот короче не в москве да но я на зоне заказывала поэтому найдете сами на зоне кому нужно будет вот ссылку не даем потому что просто ее нету найдете ли на зоне или на вайлберрис где-нибудь если вам будет интересно ну что смыли во-первых сменилась одежда потому что мы немножко намочили майку мою вернее блузку и таня дала мне тут такую майку кстати тоже мне ко всему подходит после этого она говорит что мы еще не сестры так ну что давай снимает что там у тебя получилось зелененькая как обычной о какой какой-то прямо серо-фиолетовая серо-бурмалиновый в крапинку стукни его и он будет серо-бурмалиновый в крапинку сейчас подожди вот так вот стукнем его и послушаем он должен стать другим да ну ладно сейчас посмотрим но кстати вот на темном более контрасте как-то лицо появилось нарисовали лицо снова нарисовали мама я себя нарисовала лан час сушим посмотрим что будет посмотрим как вместе с блузкой не пришлось перекрашивать да ладно это пугающая меня щетка я больше не боюсь что я моднюсь что я не боюсь да да это я делаю вид что я не боюсь его ну что вот вам результат как я сказала пришло беленькая ушло серенькие они пришла ты желтенькая ну что то я серенькая ну что я могу сказать я конечно ждала не этого мягко говоря ну в смысле я думала, что я буду беленькая, не жёлтенькая, не серенькая, а беленькая. Ну, получилось серенькая, но ты знаешь, поскольку опыт моей блондинистой жизни, он измеряется просто годами и всеми вариантами оттенков, которые я, включая розовенькие, сиреневые и зелёненькие, то, во-первых, я знаю, что он чуть-чуть подсмоется и будет вообще то, что надо. Во-вторых, мне кажется, что он более естественный, чем всё-таки тот жёлтенький был, он на мне лучше смотрится. Вот этот. Он больше вписывается в твою цветовую гамму, скажем так. То есть, оттенок этот холодный и в твой баланс он вписывается лучше, чем тот оттенок. Просто тебе хотелось того оттенка, я не стала спорить, я сделала тот оттенок. Вот мне вот этот вот цвет вообще не пойдёт, это не моя тема, у меня он какой-то там бежево-тёплый. Вот, а у тебя, я тебе сейчас покажу фотографию, которую, наверное, нужно было сделать, но там просто у меня была такая клиентка, вот сейчас она наберёт, вот платиновый цвет. Реально, вот прям как. Дело в том, что вот прям совсем как бумага платиновая, я тоже не хочу. Он уже с возрастом очень неестественно смотрится. Да, у меня был такой цвет, причём у меня был вот прям белый цвет бумаги на короткой стрижке, и я так ходила несколько лет. И знаешь, это так очень дерзко, вот, а сейчас у меня всё-таки какое-то, знаешь, внутреннее такое ощущение, какой-то более романтический образ, и прям совсем белый я не хочу. Вот, поэтому, наверное, это даже и лучше, надо просто привыкнуть. Ну, собственно, да, из-за того, что я вижу, этот цвет более такой натуральный. Ну, пишите в комментариях, какое у вас мнение. Как вы считаете, какой блонд Таши лучше? Да. Тот, который был, тот, который на свадебных фотографиях, или... Ну, короче, жёлтенький, беленький или серенький. То есть, что нам делать в следующий раз? Да, да. Как нам вас удивить в следующий раз? Нет, ну, мы же не для того, чтобы кого-то удивить. Мы для того, чтобы мне было гармонично. А мне гармонично, ну, вот, блондинка мне гармоничнее, чем мне блондинка. Я бы это так сформулировала. А теперь надо прийти к консенсусу с оттенком, и чтобы всё-таки не краситься раз в месяц. Мне это подбешивает. Я не могу раз в месяц красить. Ну, хотя бы раз в два. Вот. И здесь мне нравится ещё, что вот то, что ты корни всё-таки оставила тёмными. Я не оставила корни тёмными. Я не оставила корни тёмными. А сделала. Я их затемнила. Я имею в виду, что ты сделала это. Я неправильно выразилась, извини. Это вообще дело мастера боится. Сделала корни тёмными. Лучше смотрится, ну, как бы, с бровями, с глазами. У меня не сливается лицо с волосами. Понятно. Оно есть у меня. Оно у тебя есть, да? Да. Единственное, что меня всегда в таких случаях останавливает, оттенки должны между собой сочетаться. Так как Таша, у неё натуральный цвет пепельно-русый, но темнее, чем вот этот вот, который я для неё сделала, я должна была сохранить эту гамму. Потому что, если бы я добавила там чуть-чуть коричневого и что-то ещё… Ну, не смотри ты с таким страдаческим лицом. Я не страдаческим, я внимательно слушаю. Внимаю мастеру, колористу. Тогда бы не было, не будет гармоничного отрастания. Это тоже обязательно нужно иметь в виду. То есть, если у вас холодная цветовая гамма красится в коричневый цвет, это не будет не гуд. И смотреться это тоже не будет хорошо. А дальше, если я сейчас, например, под эту подоснову, которая у нас пепельная идёт, по-другому я не могла сделать. Я её ещё сделала светлее, чем Таша натуральная, потому что иначе тогда бы эта глубина была бы ещё больше. Столько нюансов ты Таня ушла. Это вообще… И удивление было бы тогда, на самом деле, типа, а ты что, красилась, ты пришла с тёмными корнями, с жёлтыми волосами, хочешь с тёмными корнями, ну, с серыми волосами. То есть, эти волосы, они должны по цветовой палитре, вот этот вот градиент, он должен обязательно должен соблюдаться. тогда окрашивание будет смотреться органично. То есть, этот цвет, он переходит в соответственный ему светлый цвет, который находится в цветовой палитре. Вот. Если я сейчас в сочетании с этим серым сделаю цвет, например, более тёплый и яркий, у меня была такая клиентка одна, которая просила, при том, что у неё были пепельные корни, я ей красила в натуральный блонд. Было ощущение того, что отросли корни и просто вымылись цвет, девушку забыли протонировать. Но спорить я не стала, поэтому вы всегда знаете, клиент он прав. Вот. Мы делаем то, что хочет клиент. Поэтому, вот, у нас сейчас есть такой опыт. Будем смотреть, как это будет отрастать и смываться. Естественно, что вы скажете, какой цвет идёт Таше лучше, предыдущее окрашивание, милирование, которое у нас было там несколько месяцев назад. Либо вот такой вот градиент в холодных оттенках, ну, таких более, скажем так, они… Конечно, вот честно, мне кажется, что этот цвет не кажется искусным. Потому что, когда… Да, мне кажется, что он тоже более натурально выглядит, чем вот тот, который был. Потому что, когда видишь блондинку с какой-то розовинкой, с чем-то ещё, когда цвета отсутствуют в палитре, ты понимаешь, что цвет создан искусственно. А здесь такого нет, он не создан искусственно. Вот. Этот цвет просто правильно положен на волос. То есть, я сделала правильную подоснову и правильно на неё положила холодный оттенок. Вот, собственно, что и получилось. Ну, короче, ты молодец, Таня. Вы понимаете, мы всё это послушали, мы всё это послушали, и делаем вывод, что Таня просто молодец. Вот. А я красотка. Ты красотка. Всё, отлично. На это мы договорились. Да. Шесть минут мы рассказывали, какая я красотка, а ты молодец. Да. В моей майке с новым цветом. Сейчас ещё послушаем блузку. Ну, я хочу вам сказать, что на самом деле, вот если у вас типаж, как у меня, я вам показываю, просто экспериментирую за вас. Вот. Вы можете на мне посмотреть, как будет на вас смотреться тот или иной цвет. Вот если что, вы бы прийти к мастеру и сказать, вот хочу так. Так. Ну, ладно, всё. Я буду причесываться, переодеваться и дальше покажу вам результат. Да. Будем сушить мою блузку. В общем, вообще я очень, честно, у меня такой взгляд, это не потому, что я расстроилась, а потому, что я уже обалдела от всего этого. Я сначала почти два часа была на маникюре. Потом я тут ехала к Тане. Потом я сижу у Тани уже на часов пять. И ещё мне ехать, в общем, ещё мне ехать. В общем, поэтому я уже просто обалдевшая. А ещё я засыпаю. Прошёл дождь. Слава Богу, он закончился. У меня слипаются глаза. Я сегодня в полседьмого встал. И поэтому не думайте, что я расстроилась. А вот сейчас я смотрю в камеру и мне уже вообще этот цвет нравится. Вот такие мы женщины переменчивые. Я, как обычно, собрала волосы. И вы знаете, чем дольше я нахожусь с этим цветом, тем я понимаю, что он мне очень нравится в итоге. Вот в итоге, смотрите, очень просто хорошо получилось. Хотя он был неожиданным для меня, но вот сейчас, особенно то, что ты затемнила корни, вот ты знаешь, прям лицо, ну вообще, короче, мне очень нравится. Вот сейчас уже я попривыкла, особенно когда собрала всё. И очень естественный вид. Натуральный, правда. Но у нас, конечно, не без приключений произошла такая оказия. Потому что умная Таша, она же считает… Умная Таша, это я так про себя в третьем лице. Умная Таша, она же считает, что она должна быть красивой в кадре, что… Да, вот. В общем, когда я пришла, Таня мне сказала, мы будем осветляться. Порошок конкретный. Давай-ка я тебе переодену. Еще мне рассказала, что у нее запланировано приобретать майки, выдавать их клиенткам, чтобы они переодевались. Это хорошая идея? Да. Ну, мне кажется, что да. Ну, мы так это, знаете, эту идею обсудили. Я сказала, да ладно, никогда я не переодевался, не буду я переодеваться. И что вы думаете? Вот надо слушать знаки судьбы. Кофточка, в которой я приехала, попрощалась с нами навсегда. Это не потому, что я капнула порошком, а потому, что, когда мы смывали состав, чуть-чуть протекло зашиворот. Да, чуть-чуть протекло зашиворот, как меня, собственно, Таня предупреждала, что может такое произойти. Да, хотя я упаковывала и воротничок, и обязательно. Да, и все равно протекло. Ну, в общем, мы сначала думали, что она просто намокла. Сейчас мы ее постирали. И вот она везде нормально, а там, где протекло, вот все. Такие желтые пятна. Это не отстирывается. Поэтому, кому не нравилась эта моя блузочка от Бонпри, тот может за меня порадоваться. Все остальные могут мне посочувствовать. Но, на самом деле, я считаю, что просто надо делать выводы Тани. Значит, надо покупать футболки, как она и хотела. Мне надо... Прекратить сотрудничество Бонпри. Бонпри-то тут при чем? Начать прислушиваться. Вот сказала мне Таня, переоденься. Нужно было не выпендриваться, а переодеться. Ну, короче, в результате, мои дорогие девочки, я уезжаю в Таниной футболке Нью-Йорк, которая серого цвета подходит к моим новым серым волосам. С енотом ты не захотела. Прекрасно сочетается. Да, Таня мне еще хотела дать какого-то енота, вообще пьянота просто. А таз там такая надпись вообще, улет. Ну, ладно. Ну, короче, енота я не взяла. Да, серый, значит, хорошо сочетается с коралловым. Я сделала коралловые губы. Серьги, конечно, перламутровые уже вообще не в коне, не в Красную армию не приходят. Серьги я тебе не смогу дать. У меня все, что у меня есть, оно все... Бриллианты, да? Жалко. Бриллианты Танька зажала, короче, девочки. А самое интересное, что ночую я в Москве, а завтра у меня съемка из мастерской нашего столяра или столяра, кому как нравится. Поэтому завтра я тоже буду в этой шикарной майке Нью-Йорк. Ну, вот подарки у меня не только для Таши, у меня также есть еще подарки. Подарки еще есть и для вас. Во-первых, для всех, кто напишет мне в директ, в инстаграме ссылку Таша прикрепит, вот, что вы от Таши, я дарю в подарок уход с кератином, который я только что сделала Таше. Я делаю его еще и в предыдущий раз. Да, очень хороший. То есть, если вы блондируете волосы, то этот уход вам просто необходим. Вот, я его вам дарю в подарок любому окрашиванию. Вот, а если вы отметите любую мою публикацию и перепостите ее у себя в профиле, в инстаграме, да, в инстаграме, в профиле, у кого есть профиль инстаграм, то я вам дарю скидку 20% на любое окрашивание. Прайс у меня в инстаграме есть, вы можете ознакомиться, посчитать, сколько для вас будет стоить это окрашивание, минус 20% и плюс еще кератиновый уход от меня в подарок. Репосты буду проверять. А плюс футболка еще? Да, плюс удобно. Футболка только на время окрашивания, это не подарок. Футболку зажала в конце. Футболку не обещать могу, я не портной. Футборки как расходный материал, да. Ну, в смысле, униформа на время окрашивания. А униформа на время окрашивания, это я уже не представляю. Ну вот, мои дорогие, что, на этом будем прощаться. Я помчалась, вот. И до новых встреч. Надеюсь, что поддержите нас в комментариях. Посочувствуйте потерянной блузке. Не будете меня сильно ругать, что я отказалась переодеваться, когда мне предложили, да. И порадуйтесь, что я теперь такая не беленькая, а натурально серенькая. С вами была Таша Муляр и Татьяна Овчиненкова. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok